друзья всем привет рад всех приветствовать на своем канале сегодня 14 день с момента подключения ультрафиолетовой лампы на 72 ватта 2 по 36 сегодня день это я поставил бочку с биозагрузкой там хорошо все перемешивается день когда видно когда рыба на дне плавает сейчас чуть-чуть мутная вода стала из-за того что без загрузки закинула она чуть-чуть грязненькая вот чуть-чуть муть поднялась сегодня день когда я убрал аэратор отсюда поставил на дно диск который перемешивает сегодня день когда я будут not по частоте воды наверно выпускать чуть пореже не каждый день до видосики уже но с какими-то усовершенствования постройками и так далее почему я не хочу чтобы у меня был аэратор вы здесь пруду я хочу чтобы муть не поднималась то есть от этого аэратора поднимается мульти соответственно рыбку хуже видно вот так что такие вот дела вот толстолобик плавает рядом с красненьким прозрачность воды стала хорошая сейчас потихонечку биозагрузка будет работать и все будет чики-пуки потом озонатор может завтра сделал я уже даже трубку притащил я покажу вам она у меня была как-то в системе вот соответственно вот так будет здесь стоять даже не здесь она будет вот так стоять или она будет вот так стоять без разницы и пока мне трубка вентури не пришла будет озон подаваться сюда принудительно компрессором и ну соответственно насыщаться озоном будет вода убрал отсюда трубу эту аквапоники пока что до лета рыба немножко не понимает час что происходит почему пузырьков нету стала более активной большая карась выпал малек там тусит шланг идет к этому насосу он идет сюда подключается ну что ради вот та самая конструкция мне пришлось даже приподнять на 40 сантиметров бочку вот так она выглядит вот так из пруда подается на сетку здесь вот так она бульбукает еще биозагрузка такая нерабочая я имею ввиду чтобы она активно перемешивалась она с каждым все с каждой минуты все больше и больше перемешивается до этого она стояла почти в принципе немало закинул туда больше пол бочки наверно ну или пол бочки точно что у нас этот компрессор сюда перенес труба идет мешочек поставил чтобы по себе загрузки чтобы меньше засорял эту ультрафиолетую лампу ну и после ультрафиолетую лампу кто сделал ничего страшного промываются они очень быстро там буквально ну вот три этих мешочка этот этот и этот я промываю но сколько ну две минуты ну ладно 7 минут на то чтобы снять промыть и поставить обратно 7 минут день я думаю что можно уделить на это 7 минут в день своего внимания так что такая вот система я вообще думал блин ее снять бы хорошенько чтобы она перемешивала там поставить но вот так же оставить этот фильтр но я не хочу чтобы без загрузка за забивал ну как бы зарастал грязи пошло очень много корма и по правильному конечно надо сначала удерживать грязь а потом чистая вода должна есть булькать рыбаня плавает скиммер скорее всего буду заводской покупать но не хочу чтобы этот был даже самодельный какой-нибудь просто как поплавок такой ну как розочка не на плавающие сделаю и пускай он работает один раз купил и забыл про все это а то его то регулирует а не регулирую есть свои нюансы ну что остается у меня следующий шаг не знаю когда я василю может завтра ну короче как и будет время посвободнее не буду загружен по работе вот подключу наверно сначала озонатор и но буду смотреть что с этим делать откручу выход с краном просто но это насливать мне куб целый куб меня система полностью останавливать снимать от откручивать сливать сначала сливать потом откручивать примерять трубу если сразу подходит прямо вот отсюда напрямую сюда соединять систему можно через уголок чтобы это место зачем нам чтобы жрала прямо вот так уголочек сюда вот так и пошла здесь озонатор будет стоять а внутри получается воды не будет и туда без загрузку закинули немного вот литров там 400 точно есть такие дела вот так вот работает лампочка смотреть через телефон ну что давайте посмотрим на рыбку чё она тут может подплывет там покушает 안된 и Сейчас уже осень. Сегодня ушло, наверное, 11 сентября, что-то в зелень отдает это, неправильно камера показывает, вот такой цвет прудов, не такой, малечек тусит. Не знаю, мне без компрессора, вот то, что вот он посередине булькал, мне так больше нравится. Сейчас еще вся муть осядет, ну а муть, которая плавает через скиммер, будет засасываться. Вот так вся система выглядит. Когда будет орошаемая биозагрузка, тоже будет хорошо, классная очистка будет. И кислорода будет много в системе сразу. Самое классное то, что сейчас видно рыбу, которая на дне плавает. Конечно, не так идеально все, да, чисто видно. Но в сравнении с тем, что было, это небо и земля. Посмотрим сейчас с этой биозагрузкой. Я думаю, завтра чуть хуже может стать ситуация. Вот. А через пару дней, когда она вся промоется, там же она активно булькает, барботируется, она почище станет и, соответственно, здесь начнет наложаться биобаланс. Потому что уже даже сейчас там, вот, уже начнут поселяться микроорганизмы, уже поселяются, пока мы разговариваем. И уже начинают свою очистку. Плюс, чем хорошо, она снизу распыляет внизу, она проходит метр через беззагрузку, она медленно проходит, потому что беззагрузки мешает. Соответственно, она лучше, воздух там растворяется и лучше насыщение происходит. Я вообще думал, у меня сейчас идея пришла. А что, если сделать такую же бочку, где-нибудь вот здесь, ну, чтобы с нее сливалось, вот сверху, да, бочку, набить ее полностью биозагрузкой, вот, прямо полную. вниз также распылитель сделать и подать туда озон. Пускай она без, ну, мертвая будет биозагрузка, но зато озон там будет растворяться, мне кажется, в очень большой процент. А потом перелив будет через трубы и вообще, мне кажется, бомба. что вы думаете об этом, напишите в комментариях, будет интересно ваше мнение послушать. А, можете ничего не писать. Эта система не прокатит, потому что она будет булькать, она будет выходить наверх вся, весь воздух. Поэтому эта система уже не действует, можно забыть про нее. А вот орошаемая биозагрузка, это следующий шаг. Ну, давайте пару минут так посмотрим на рыбку, где она плавает. Что она там тусит. Ну, по дну плавает рыба и все ее видно. Ну, по дну плавает рыба и все ее видно. Ну, по дну плавает рыба и все ее видно. Большой карасик. 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 Это наш белый трусишка. Порядок. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Из-за этой кормушки они кормом выкидывают, когда едят активно. Может какие-то есть другие кормушки, которые не позволяют этого делать? Тоже напишите в комментариях, буду благодарен. Продолжение следует... 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 Что-то все испугались. Ну ладно, спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И увидимся в новых видео. Всем пока! Продолжение следует...